Устройство мокрого фасада. Первым этапом производим механическую очистку основания от остатков раствора пыли мела. Используем средство Церезит 99 для обработки поверхности от грибков плесени. Заполняем изъяны глубиной более 10 мм шпаклевкой Церезит СТ29. Проверяем на отклонение от плоскости и проводим обработку универсальной грунтовкой Церезит СТ17. Далее приступаем к монтажу цокольного профиля, используя дюбеля, расстояние между которыми не должно превышать 30 см. Соединять цокольный профиль внахлёст запрещено. Для стыковки будем применять пластмассовый соединительный элемент. Для плит из минеральной ватты выбираем Церезит СТ180 или СТ190. Для пенополистирола Церезит СТ83, 84 или 85. Крепление плит из минеральной ватты. Клей наносим на плоскость плиты шпателем с размером зуба 10 мм. Устанавливаем плиту в необходимое положение, корректируем легкой трамбовкой длинной теркой. Стыковать плиты следует вплотную друг к другу. В случае появления зазоров шириной более 2 мм, их необходимо заполнить полосками из данного теплоизоляционного материала. Заполнять швы между плитами клеевым раствором категорически запрещается. Крепление плит из пенополистирола с помощью клея СТ84. Клей наносит по периметру плиты с отступом от края около 2 см и одной полосой через центр плиты. Затем следует немедленно приложить плиту к стене и с небольшой силой прижать ее с помощью длинной терки. С помощью клея СТ84 можно заполнять зазоры между плитами пенополистирола. После полного высыхания клея крепим на дюбеля. Сверлим отверстие глубиной на 10-15 мм больше длины анкировки. Вставляем пластиковый дюбель так, чтобы тарельчатый диск дюбеля был вровень с поверхностью плиты. Забиваем металлический распорный сердечник. Тарельчатый диск дюбеля зашпаклевываем клеевым раствором. На горизонтальный угол верхнего откоса для предотвращения попадания воды устанавливаем пластиковый угол с капельником. Вершину углов оконных и дверных проемов необходимо дополнительно усилить прямоугольными полосками из армирующей сетки. Все внешние углы здания, а также углы оконных и дверных проемов усиливаются пластиковыми уголками с сеткой. Создание защитного армированного слоя. С помощью гладкой стальной терки наносим на плиты клеевой состав ровным слоем толщиной 2-3 мм. Разматываем рулон сетки на всю длину подготовленной поверхности, натягиваем и прислоняем к нанесенному клеевому составу, фиксируем и сразу устанавливаем второе полотно сетки с нахлёстом не менее 10 см на предыдущее. Погружаем сетку предыдущего полотна в клеевой состав. Сразу же наносим второй слой клеевого состава толщиной до 3 мм, ровно разглаживая поверхность так, чтобы сетка не была видна. Устройство внешнего декоративного слоя. Поверхность основания необходимо загрунтовать грунтовкой Церезит СТ-16. Для устройства внешнего декоративного слоя используют следующие штукатурки. Растворную смесь декоративной штукатурки наносят на основание при помощи терки из нержавеющей стали. При этом терку держат под углом 60 градусов к поверхности. Спустя некоторое время, когда растворная смесь перестает прилипать к инструменту, формируют фактуру штукатурки при помощи пластиковой терки. В случае использования минеральных декоративных штукатурок, их окраску осуществляют следующими фасадными красками. Итак, наш фасад готов.